У нас будет сегодня такая единорожка. Так как кожа у нас уже обработанная чистая, нам нужно брать лишнее все здесь и вот здесь сбоку мы будем лепить такую единорожку. Когда поскрабленная кожа, татуха держится дольше, потому что нет умердевших клеток, которые бы вытолкали ее. Когда не поскрабленная кожа, у нас она скрабилась с сахаром, продепилированная, получила свой пилинг. Так, работать будем прозрачным клеем. Звездочки все срели? Пожалуйста. Толстый клей наносить не надо. Толстый клей всегда заберет в себя больше блесток. Получится такая объемная выпуклая часть, которая легко может удалиться ногтем, ее можно срапнуть, ее можно содрать легко. Поэтому растягиваем весь клей. Сохнет он. Пока вы не сделаете татуху, он будет долго держаться, липкость создавать. Поэтому спокойненько, можете не торопиться. Убираем. А, теперь я не вижу даже куда сыпать надо. Будем делать аккуратно. С сиреневым и зеленым. Они переливаются почему-то зеленым цветом. И рог у козерога будет тоже розовый. Единорог. Мне внучка говорит, баба, типа, что ты все время говоришь? Козерог. Это же единорог. Какая разница? Козерог, единорог. Это рог у кого? У коняшки будет, да? Так, теперь кисточка у меня веерная, где-то неизвестно где. Теперь дальше мы делаем коричневый-золотой, уже полностью по всему остальному. И на глазах у нас появляется рисунок. Хорошенько. Сначала надо контур выделить. Так, тут кусок один. Какой-то не промазанный. Не хватает явно клея. Сейчас мы каперку попробуем. Чтобы у вас просыпается. Он тоненько, тоненько. И все это сметаем. Да, коричневый виден сильнее цвет, чем этот зеленый. Сразу закрываем грёстки. И сметаем всё лишнее. Ого. Да. Ничего. Да. Да. Ох, как блестит. Как он сверкает, переливается этот козерог. Ой, единорог, извиняюсь. Извиняюсь, обозвала. Всеми цветами радуги, как новогодний как будто бы. Очень красиво. А этот сиреневый, он зелёный. Зелёные у него какие-то блёстки. А этот прям... Красота. 음. Редактор субтитров. Да. А-аа. Субтитры. Извиняюсь. Продолжение следует...